Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать в новое видео! Как вы помните, у нас была серия видео «Сколько ботов я обыграю за один час», где мы с самых начальных ботов шли вперед и потихонечку дошли до мастеров. И сегодня мы играем против мастеров. Конечно, это будет сложно, но я попытаюсь каждого из них выиграть хотя бы один раз. Помчали! Итак, первым нас ждет Фрэнсис, уровень игры 2300. Мы начинаем партию, выбираем никакой помощи и играем с ним, ну, видимо, черным цветом. Давайте сыграем защиту Бинони. Мне не только нужно обыгрывать этих ботов, но еще и уложиться в час и как можно больше ботов обыграть за один час. Мы потом посмотрим, кто, может быть, из других блогеров захочет это повторить. Достижение, если кто осмелится. Играем, значит, защиту Бинони. Все по стандарту. Слон выходит на G7, на хорошую диагональку. Так, вот это, кстати, неточный ход немножко из-за хода А6 и потом Б5. Так, а слон Ф4? Ну, разве что так, да, он может разыграть. Теперь, если я Б5 хожу, то он что будет делать? Е5 какой-нибудь? Ну, давайте, ладно, проверим. Я не знаю, кстати, как он вообще будет ходить. Да, Е5 ходит. Ну, ладно, заберем. Он говорит, что у него есть идея. Окей, сейчас посмотрим. Так, мне теперь срочно уже надо рокироваться. Срочно, срочно уходим в короткую, чтобы мне мат какой-то не поставили. Д6. Блин, опасно очень играет этот бот. Давайте слон Б7, как-то заблокируем его. Конь Д7 или конь С6? Конь С6, наверное, слон Ф3 будет немножко неприятно. Давайте конь Д7 все же. И ферзя на Б6 как-то вот так надо расставиться. Сильная пешка Д у него. Сложно спорить с такой пешкой. Давайте сюда. Конь Д5, вау. А, ну да, я не могу бить так, потому что конь Д7 билка. Если так бью, конь Ф6, ферзя Ф6. Так, 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 да, он больше съел. Ну, ладно, тогда слоном побьем. Ну, и давайте ладью куда-то подтянем, чтобы не было конь С6 нападения. Обалдеть, а что, уже работает тактика какая-то? Я уже проиграл. Он говорит, шах, не сдавайтесь, это еще не мат. Ну, ладно, взял. Так, мне кажется, это не так опасно. Я не знаю, он прям запугал меня. Давайте сюда, чтобы ладья не залезла. И сейчас где-то будем уже открывать свои... Сурово он играет, конечно. Сурово, сурово. Хочет Ж5, моего коня прогнать, и потом залезть ферзем на поле Д5. Давайте не дадим ему поле Д5. Он вскрывает все линии. Кстати, очень грамотно действует бот, потому что ему нужно больше линий для ладьи открывать. Но мне надо, наверное, закрывать их, поэтому сюда пойдем. И давайте поменяем ферзей. Вот без ферзей я уже буду относительно спокоен. О, отлично. Он, кстати, не поменялся. В смысле, он не убрал ферзя, поэтому, по идее, я могу просто побить. И как не тащить вперед. Опять С4 вот туда идти. Так, так, так. Ну, может быть, сразу вообще С4 пойти? Или ладья С6 аккуратненько, чтобы на эту... О, ладья С6, потом конь Е8, можно вот так вот еще нападать. Пока С4 пойдем. По времени что у нас там? О, всего 3 минуты. Нормально тогда. Вообще отлично. Он еще и подгоняет меня. Ну, давайте тогда конь Е8 точно пойду. Так, ну и что? Могу я так вот пробить? А, если я бью, он бьет на Е8, да? Ну, хотя, это вроде неплохо. Ну, можно и конем побить, но я бы лучше поменялся. Нет, он не бьет на Е8. Ой, блин, я тут могу себе проблем сейчас нажить. Если я бью, он же тут с шахом бьет. Я что-то забыл про то, что там висит. Так, надо аккуратненько тут сыграть. Может быть, как-то конь Ф8 или конь Б6 сыграть. Так, у него еще ладья Е4 будет ход. Надо будет ладья Ц8. Ну, ладно, давайте так пока. Да, вот он теперь пробил. Ну, ладно, теперь я уже побью. Ладьей бьет. Интересно, он в такой он шпилек готов, да, пойти? Так, я там Ц3, сюда Б3. Нет, ферзя я там не провел. Блин, фигуры что у нас поровну получается. Если А5 я сейчас пойду, то он слон Ц7 ходит, и пешка А у меня падает. А нет, погодите, Ц3 взял Б3. О, кстати, можно опять пойти и обдурить его. Давай, ходи сюда. Опа-на, по-моему, я выиграл. Ц3 сюда, Б3. Я не вижу, как он останавливает. О, так, это хорошо. Я добился прогресса уже, мне кажется. Ну, как минимум, я могу здесь пойти, там, типа... Как минимум, конь Д7 у меня есть ход. И прийти на Ц5, атаковать эту пешку. Да, наверное, конь Д7 надо пойти. Давайте этот ход включим, он не может быть плохим. Вот, теперь что я могу сделать? Я могу пойти Ц2, слон Е3, конь Ц5, король Е2, конь Б3. И потом проводить ферзя. И, по идее, должен быть выигранный Эншпиль. Что я еще могу? Я могу еще пойти просто, например, ЦБ, слон Б2. И тогда сыграть конь Ц5 и забрать пешку на А4. Это тоже, наверное, хорошо. Слон Е5, конь Б4, слон Ц7, правда. Но там Б3 взял Б2. Да, это тоже, кстати, очень хорошо. Может быть, даже так проще. Потому что с лишней фигурой выигрывать будет не так легко, если его король активизируется и съест мои пешки какие-то тут. Вот, то есть, Ц2 сюда, конь Ц5, король Е2, конь Б3, король Д3, Ц1, взяли-взяли, король Ц4. И он проходит на Б5. Хотя Б3 там ход, Б3, король Б5, конь Д3, взял конь Б3, король Б4. Ну да, нет смысла в эту позицию идти, на самом деле. Может быть, проще просто побить. Он бьет и конь Ц5. Давайте попробуем. Вот. А, блин, правда так я не учел. Б3 сюда, Б2 сюда. Ладно, пошли пока так. Если так, вот тут может быть Б3 пойти. Потому что подойти он не может на Ц3, только на Ц4. Тогда Б2. Вот, наверное, тут Б3 нужно сыграть. Блин. А, можно просто конь Ц3, наверное, взял-взял-взял. Король Е6. Король Б3, король Ф5. Ну, там, естественно, выиграно. Да, конь Ц3 мне что-то нравится. Конь Ц3 больше всего. Если он меняется, я бью. Вот, это выиграно. Подтянем королька сюда. Отдаленная проходная решает, друзья. Отдаленная проходная здесь решит. Судьбу партии. Фух, победили. Так, отлично. Время есть еще остальных, ребят, завалить. Но этого попробуем быстро выиграть. Он ждет. Я сюда. Давайте. Можно сразу же 3 пойти. Ж2 пойдем. Он, кстати, на паты какие-то играет. Да, вот он ждет. Но тут можно пешку пожертвовать и сюда подойти. Так, победа. Отлично, друзья. Движемся к следующему боту. Следующий бот София. Погнали. Мы играем белым цветом. Ну, и начнем партию ходом Е4. Давайте посмотрим, на что она вообще способна. Я хочу сыграть с ней гамбит Геринга, конечно же, если дадут. Так, давайте. Вперед. Let's go. Д4. Ц3 пойдем. Бьем, если она бьет. Нет, Д5 играет по-гроссмейстерски. Ну, кстати, да. С этим ходом не так просто будет бороться. Но посмотрим, что она здесь умеет. Давайте коня на... Нет, слон Е2, я думаю, здесь лучше. Тут ловушечка есть, если бьет, бьет, бьет и без ферзя. Но 2-300 бота на такое точно не попадутся. Так. Вот бить пешку нельзя. Да, ферзь С4. Кстати, если я играю сейчас слон С6, БЦ, ферзь Е2. Вот это форсированный ничейный вариантик такой. Венчпиле бота будет, наверное, сложно выиграть. Давайте здесь попробуем ее обхитрить немножко. Я пойду А3. Это ход ловушечный. Но если она бьет на С3, я сюда играю. И бить пешку нельзя. Король Ф8. Ау, я такого вообще не знал. Жесть. Хм. Интересно. Так, ну... Что я здесь могу сделать? Слон Е2 сюда. Слон Д2 сюда. Мне это не очень смотрится. Рокировку нельзя делать из-за ее ферзя. Давайте слон Д2, наверное, просто защищу пешку. И на шах слон Е2 закроюсь. То есть у меня такие бастионы здесь все держатся хорошо. Рокировку все еще нельзя делать из-за слона. Но можно, наверное, король Ф1 пока что отойти. У нас красивые короли у нас обоих. Вот. И ферзь, видите, отступил уже. Уже что-то. Кстати, можно слон Ф3, потом Д5 пойти. Можно слон Е3 сыграть. Да, вот мне нравится слон Е3, чтобы потом С4 и Д5... Ну, то есть она сейчас сходит конь Ф6 или конь Е7, да. С4, конь Ф5, Д5, конь Е3, ФЕ, ферзь сюда. А, блин. Да, сейчас у нее конь куда-то залезет. То есть на С4 будет конь Ф5. Это неприятность. А что мне с этим делать? Слон Е3, может быть, неудачный был. Одет с моей стороны. Хм. Ладно. Давайте сыграем... А, нет-нет-нет. Аж4, конь Д5. Ладья Аж3, я думал, но я забыл, что на С3 тогда подвиснет. Да, вот с этими ботами уже приходится немножко задумываться. Ферзь Д2, конь прыгнул. Слон Ф3 потом. Ладью на Е1. Блин, непростая позиция. Слон Ф3, конь Ф5. Ладно, давайте вот какой-то такой пока ход. Ладью все-таки хочу освободить. И... Ух ты, даже конем не прыгает сразу. На С4 все еще, видимо, конь Ф5. Задумано. Ладно, давайте ладью подведу. Прикольно. Ладьи такие подошли у обоих из нас. Слон Д2, я думаю, теперь уже надо ходить, чтобы эту пешку подкрепить. И вот тут вот... Можно Ж3, кстати, чтобы конь на Ф4 не прыгал. Давайте Ж3 пойдем. Конь на Б3 у нее, правда, прыгает. Блин, вот эта партия я рискую, конечно. Я рискую сильно. Давайте сюда просто... В5. Вау. Красиво, да. Бить нельзя из-за конь Д2. Ну ладно, давайте откроем какие-то эти линии уже. Попробуем... О, может слоном вообще побить? Пешка Б зависнет тогда. Кстати, слоном даже интересно. Но вторая ладья у меня все-таки не выйдет. Не, ладно, давайте ладью и побью. Скорее всего, она бьет. Да, я бью. Так, окей. Ну, кстати, у меня, наверное, стало получше. Все-таки зря она разменялась, мне кажется. Потому что у нее теперь ладья не выходит пока. Вот можно как-нибудь на этом сыграть. Может, Ферзь Е2. Но я ничем не угрожаю по линии Е, к сожалению. Ну, давайте... Ладно, давайте вот так. Напал на пешку издалека. Вдруг зевнет. Не зевнула. Окей. Пешка А3. Да, у меня, кстати, висит. О, давайте Ферзей предложим разменять. У него какой-то сильный Ферзь. Вот, а побью я чем? Если ДЕ, то, наверное, конь Е8 будет. Или конь Д7. Но конь Д7 под Е6. Да, мне, кстати, нравится ДЕ, чтобы пешка шла. Можно было и ладьей, чтобы ладью активизировать. Вот тут я думал Е6 играть. Обалдеть. Серьезно, что ли? Блин, ну... Смысл какой-то в этом есть. Потому что Е7, король Е8 будет. Но я такой ход, конечно, не мог никак ожидать. Слон Д5. Побьет, побью. Слон Д5 можно. Попробовать. Ладью подключили. У меня получше должна быть активная позиция. У него ладья через А6 будет выходить. Окей. Возможно и такое. Но мне ладьи, конечно, не надо менять. Для тех, кто не в курсе, ладья и слон считаются сильным тандемом. Сильнее, чем ладья и конь. Хотя, если я бью, бью и слон Ф3, то я пешку Аш отъел. Но с другой стороны, тогда у нее конь полезет. То есть слон Ф3, она пойдет конь Д7. Слон Х5. Допустим, конь Б6. И конь полезет на одно из вот этих вот двух полей. И там мне защищаться не очень удобно. Слон Е2, конь А4, С4. Но хотя, может быть, я смогу там защититься. С5, если С4. С5, король Ф3, С4. На самом деле, может быть, неплохо это все. Но надо это прям считать. Видите, взял слон Ф3. Конь Д7, слон Х5. Конь Б6. Допустим, слон Е2, чтобы на конь А4 был ответ С4. Она сыграет С5. Я король Ф3. Она С4, король Е4. И на конь А4, король Д4. И вроде поймала. Потом здесь пешками пойду вперед. Но может быть, и неплохо. Давайте попробуем. Ладно. Так и быть. Сюда и сюда. А, она сюда пошла. Ну, ладно. Все равно, наверное, слон Е2 сходить надо. Да, вот тут я считал король Ф3. Теперь на ход конь А4 я С4 хожу. Так, окей. Давайте подтянемся. А, С4 теперь конь С3, да, шаг будет. А насколько это неприятно, кстати, С4. Конь С3, король Д3. Там еще конь Б1 у нее. Окей, ладно. Тогда, наверное, надо так пойти защититься. Блин, мне надо найти момент, что свои пешки начать толкать. А то я пока только в обороне играю. Ф4, наверное, шаг сюда-сюда. Давайте Ф4 попробуем. Так, отход. Сюда, наверное, надо. Так, вот получается интересная позиция. Где слон и пешки на одном фланге против коня и пешки на другом фланге. И, по идее, слон в таких позициях сильнее. Вот сейчас мы с вами это и проверим, друзья. Давайте шаг дам. Заставлю ее встать сюда уже. А нет, опачки, боится. Так, это хорошо. Это хороший знак. Тогда давайте король Д3. Блин. Забыл про этот ход. И что, как ходить? Можно, конечно, повыжидать. Мне надо было Ж4 просто успеть сходить. Ёлки-палки. Ладно, выжидаю. Жду пока. Да, что-то я зря выжидал. Похоже, что... Ладно, сюда пока что. Блин, у нее еще вот такая есть идея. Походу, эту партию я не выиграю все же. Слон Е2, может, взял король Б2. О, кстати, вот это интересно. Давайте попробуем. А, она не бьет еще. Обалдеть. Блин, да, неплохо она тут откатала. А на этот ход она снова до конца 4 будет. Да, повторяет. Блин, как мне выиграть это? Хм. Может, какой-нибудь хитрый ход? Ну, так я уже доиграюсь до поражения. Может, С4 подрывчик? Взял. Король С3. Нет, король С3, конь Е4. Ладно, надо рисковать. И вот тут какой-нибудь выжидательный. Сейчас я еще одну проходную получу. Посмотрим, может, пешка А пройдет. А5. Взяли. Слон Б7. Конь Е6. Подвязал сюда, взял, взял А6. Так, давайте, кстати, попробуем. Так. Шанс есть какой-то. А, блин, этим королем бьет. Слон Б7, конь Е6. А6. Кстати, а как она будет останавливать? Стоп. Слон Б7, конь Е6. А6. А, конь Д7. Блин. А7, конь Б6. И я там королем тоже не могу подойти. Окей, а мне как-то можно вырезать этого коня вообще полностью, чтобы он не мог подойти ни сюда, ни сюда. Слон Б7, конь Ф6, слон С6. Может, вот так сделать? Конь Ж8, А6. Конь Е7, слон Б7. О, мне кажется, я нашел победу. Вот если А6, то конь Д7 меня все-таки напрягает. А вот если слон С6, король 5, А6. Л6, А7. Мне кажется, слон С6 выигрывает. Вот вырезаем коня. Куда-нибудь аккуратненько просто отойти. А, блин, конь С4 сейчас будет. Нет, аккуратненько нельзя. Наверное, надо вот сюда. Тут еще шаг вот этот, надо посчитать, правда. С этими ботами никогда не просто. Кроли Ц3 попробую. О, отлично. Да, ес, друзья, добежала пешечка. Фух, в Эншпиле перекатали Софию. В общем, запомните, София, Эншпиле плохо играет. Если кто будет против нее рубиться, играть. Давайте тут быстренько уже выиграем. Взял на всякий случай. Никогда не стойте под вилкой потенциальной. Лучше всегда отойдите. Так, пока. Поджали соперницу. Фух, победа, друзья. 2-300 обыграли. Ну что, теперь переходим к 2-450. Там и сложные боты пошли. Александр против нас играет. 2-450 бот из России. Ну что, давайте снова Е4 попробуем пойти. Ф4, я что-то не рискую с этими ботами играть. Скорее всего, я там сразу проиграю. Но это отлично. 2 из 2 подряд я выиграл. Если честно, я думал, что я где-нибудь что-нибудь уже зевну и проиграю. Снова гамбит Геринга в действии. О, он принял гамбит. Обалдеть. Русские не боятся. Так, слон Е7. Вот это ход какой-то странный чуть-чуть. Опачки, уже батарея. Уже на F7 висит. Взял. Так. Напал на коня. Взял. Ну ладно, да. Тут нет какого-то такого перевеса прям большого. Нормальная позиция. Можно шаг дать. Тогда король G6, наверное, будет. Король G6. H4. H6. Ну там дикая позиция. Но это все-таки сильный бот. Если бы с ботом послабее играл, я бы попробовал как-то ему просто тут навесить. И все. А с ботом посильнее, конечно, такое не прокатит. Ладно, давайте ферзя верну домой. Слон Е6, пожалуйста. Сходи, слон Е6. Под конь G5. Эх, не пошел. Зараза. Ладно, рокировка. Тогда пока. Блин, он еще ферзей меняет. Он все грамотно делает, видите? Веншпиль, кстати... Ну, у меня есть ощущение, что большинство ботов веншпиль как-то играет плохо. То есть я с ними веншпиля как раз-таки и выигрываю. Но 2.450, наверное, уже не получится так просто укатать веншпиль. Вот как предыдущего бота. Давайте, ладно, отойду. Попробуем на метальшпиль ориентир держать. Так, тут конь Е5, я думал. Ну, я уверен, что так ходить надо. Так, теперь я думаю, надо бить. Бить, бить, бить. Бить ЕД. Мне нравится моя позиция с дебюта здесь. Тут, конечно, может какая-нибудь жертва прилететь. Ну, посмотрим. Мат висит. Главное, мат не зернуть. У меня есть слон F4 ход. У меня есть ход F5. Напасть на коня и на пешку D. Вообще, у меня отличная тут позиция. С какого бы из этих ходов начать? Ферзь Б3 есть. Какой-то ход тоже. Слон F4, слон D6. Побил, побил. Нет, давайте ферзь F5 пойду сначала. Вот. Теперь я могу просто побить. Не продешевлю ли я таким образом? Он побил, я побил. Король F8, слон F4. Да, как будто даже там, на самом деле, очень хорошо. Слон F4 просто темповый ход. Хочется его тоже успеть сделать. Он, наверное, пойдет на размен как-то. Кстати, у меня еще есть ход ферзь Е6. Но ферзь Е6, наверное, мало смысла. Он просто отойдет. Давайте F5 тогда начну просто. Поменяемся. Нет, он не меняется. Окей. Побили. И, наверное, слон G5. Или слон D2, слон C3. Тоже можно сыграть. Слон D2 мне, кстати, нравится. Но какой-то ферзь D7 на разменчик. Ладно, давайте так, пока. Разменивать ферзей мне совсем не хочется. Вот он пытается, да. Я не хочу меняться. А как мне избежать размена? Можно ферзь B5 попробовать. Да блин, он форсирует все-таки размен. Ладно, хотя бы с темпом выведу. Все равно все отлично. Линия C моя сейчас будет. Залезем к нему в гости. Александр что-то слабо отыграл против Геринга. Я ответственно заявляю. Смотрите, я могу просто побить даже. И ладья D7 залезть. Тут побить. И там, наверное, будет выигранный Эншпель. Хотя, с другой стороны, у него настолько все парализовано, что, может быть, вообще не стоит отдавать слона за коня. Может быть, еще пойти А4. Он бьет. И тогда ладья D7. На ладья G8 слон D4. И даже 7 пунктов добраться. Да, мне даже так больше нравится. Хочу сохранить слона. Да блин. Недооценил я Александра. Надо было со слона D4 начать, наверное. Так, а если ладья C1? С слон B6 понятно, что АБ будет. И на ладья D7 он там побил-побил ладья A8. Ну, хотя даже там, кстати, неплохо. То есть, все еще не поздно побить-побить ладья D7, просто сыграть. На взятие пробить. Должно быть, наверное, хорошо. Взял-взял. У меня там две лишние пешки. Потом создал проходную здесь. Создам я там проходную уже, да? Ладно, давайте попробуем. Наверное, так проще всего будет. Тот ладьяничек попробую выкатать. Да, вот взяли. Взяли. B4 пойду. Вот. Теперь давайте аккуратно пойдем. Например. Нет, так, наверное, не надо. Наверное, вообще надо пойти пока. F4. Он H5 может пойти. Но G4. Просто обычно G4 неплохо, чтобы он волно-лес не построил. С другой стороны, я как будто бы не против, чтобы он строил волно-лес. Потому что мне главное получить проходную пешку F по итогу. Поэтому есть ощущение, что надо пойти F4. Ну, давайте пока B5. Вот. Теперь. G4, он G5 может ответить. Давайте пока пойду сюда. Вот он сразу же 5 пошел. Так. Тут уже есть ощущение, что надо играть F4. Иначе он сейчас G4 задвинет. G4, наверное, позволять вот нельзя. Как раз таки. Потому что тогда я пешку F не смогу продвинуть вперед. F4 взял. Взял. Ладья B4. B6. Ладья B4. Ладья ушла. Ладья C6. Что-то не то. Мне бы еще на один темпик больше. Точно было бы прям идеально тогда. H3, H5 будет. Давайте H3 попробуем. Нет, он так. Окей. Так, тогда B6. 100%. Вот это, по идее, уже выиграно. Потому что B7. И главная моя задача. Вот я сейчас грожу шахом отсюда. Он должен ходить вниз королем. И F4. И все. Победа. Пешка F идет вперед. И это победа. Друзья, кто на вебинаре по ладейникам был, знает, что это такое. Просто толкаем пешку вперед теперь. И если он бьет ее, то ладья F8. Классно. А тут ладья H8. Хитрость маленькая. И пешка проходит. Или он бьет ее. И ладья H7 шах. Так, ну 3 из 3, кстати, выиграли подряд. Это неплохо так. Да, шах. Взял. Ну и дальше дело техники. Давай, Александр. Родной сдавайся. Так, отлично. С кайфом, друзья. Идем вперед. И наш следующий бот это вот Люк. 2,450. С4. Интересно. Он сыграл английское начало. Давайте попробуем сыграть симметричное. И поставим G6 здесь. Люк, походу, тренер. Он говорит, я позже покажу эту партию своим ученикам. Ну давай, давай, Люк. Родной ты наш. Черными, конечно, сложнее играть. Но ничего страшного. Быстро выиграть не получится. Гамбит Геринга здесь не залетает. Так. Е5 я выставил, чтобы он Д4 не провел. Теперь Д6 пойду. Можно, конечно, А6, Б5 попытаться провести. Можно пока просто слон Е6. Давайте слон Е6 садей Д5. Он, наверное, конь Д5 пойдет. Так, теперь... Теперь, теперь давайте сюда, чтобы Б5 провести. Не дается. Окей, А6 профилактический. На всякий случай. Ф5 интересно смотрится. Давайте Ф5. Попробуем сыграть широко. Тут А5, чтобы Б4 не пошел. Наш товарищ. Давайте слона на Ф7 пока поставлю, чтобы было взятие на Д5. Попробую взять. Конь Е7. Давление сюда. А4. Окей, интересно. Ну а тут я думал уже Ж5 и конь Ж6 идти в атаку. И Ф4 тогда. Блин, он сейчас заткнет. Как я буду выигрывать у него, если он заткнет? А он не заткнул, кстати. Это хорошо. Давайте я тогда Б6 пока укрепился. Ферзь 4. Вау. Так, да. Я А5 вовремя не сходил. Может быть, пожалею об этом. Но пока вроде можно вот так вот. Или нет. ЖФ, ЕФ, слон Ф4, А5. Ферзь Ж3. Не, может и нельзя, кстати. Прикольно он так пошел. Мне просто надо А5 как-то подготовить. А у меня пешка Ж5 не защищена. И я вот думаю, как мне это быстренько сделать. Конем на Ж6 не хочется, потому что я слона своего перекрою. Слон Ф6. Вот будет ЖФ. Неприятный ход. А, можно. Нет. Ферзь Е8. Судей. Слон Х5 плохо. И за ферзь сюда. Так, что тогда можно? Можно, можно. Конь Ж6. Нет. Слон Ф6. Нет. Ладно, давайте короля просто профилактически уберу. Как раз подготовлю идею слона Ф6 и Х5 потом. А, блин, да. Отсюда ведь. Так, а я не ловлю у него ферзя, если Х5. Сюда-сюда не ловлю. Ферзь Ф6. Блин, видимо, нет. Жалко. Идея была неплохая. Хотя, на мой взгляд, скромный, непредвзятый же АЖФ будет. Это не очень хорошо. Слон Ф6. Взял, взял. Взял. Сложно, сложно как-то жестко заатаковать сразу. Разве что слон Ф6 взял, взял вообще. Но это что-то на атаку не похоже. Да, АЖ4 я что-то упустил. Ход. А если ФЖ пойти? ФЖ, ФЖ. Ну, что-то тоже вряд ли. Вряд ли атака прокатит там. Так. Слон Ф6 пробил, пробил АЖФ. Слон Ф4, слон Ф4. Ладья Ж8. Ферзь отступил. ЕФ, Ферзь Ф4. Ну, как будто не то. Не то, да, друзья, что хочется. Но пешку надо же как-то защищать теперь. Но чувствую, что-то не по плану идет. Ладно, придется так и просто АЖ побить. Поумерим немножко амбиции. Он сюда. В идеале слон АЖ5 сыграть где-то. Но надо готовить эту идею. Сюда, наверное. Ладья Дадин вообще странный. Ход какой-то. Это явно ход плохой. Вот, это интересно. Чем мне бить? Можно так побить? У меня, конечно, супер открытый король тогда будет. Просто две линии открыты. Но вроде мата сразу нет. По линии АЖ. А я хочу Ладья Ж8 там сходить. Да вроде успеваю, да ведь? Ну, либо могу ЕФ побить. Кстати, ЕФ тоже смотрит со слона открыть своего. Вообще, ЕФ мне тоже нравится ход. Хм. ЕФ, Е5. Ладно, ЖФ побью все же. ЕФ, Е5 что-то меня не устроило. Там слон подключался. Вот, и тут, наверное, Ладья сюда просто идет. От Шаха я отступлю. Что за ход Д4 такой? На ЦД что задумано? Ладья залезет или конь? Прикольно. Он так подвскрыл, конечно, неожиданно. Ну ладно, ЦД, наверное, надо бить. А можно, конечно, ничего не делать. ДЕ, ДЕ, типа ДЦ, БЦ или ДЦ побить. Можно Ладья Ж8, Шаха ушел. Но не хочется позволять проходную пешку. Усильную. С другой стороны у меня слон тогда откроется. Да, очень сложная позиция. Он еще и пишет, получи. Так, ЦД, Конь, С7. Да, ЦД, Конь, С7. В этом его план. И конь на Е6 залезает. Ладно, давайте не будем бить. Принципиально пойду. ДЕ, да, потому что слон Е5, слон Ф4. Хотя слон Е5, слон Ф4, слон H5 ведь. Есть ресурс. Ферзь Е6, слон Д1. Ну, опасненько смотрится. Ладно, не будем пока. Не будем выпендриваться. Так, вот Ферзь Д7 мне уже нравится, чтобы Ферзь работал по диагоналям. О, так вообще замечательно получилось. Сейчас мы его здесь подвяжем. Назад отойдем. Так. Вот, видите, он уже теряется. Ладью вторую сейчас подтяну. Так. А, блин, Ферзь Е6. Не, он не так пошел, окей. Сейчас поймем. Наверное, слон Е8, чтобы Ферзь Е6 не пошел все же. И тут давайте уже атаковать его короля. Наконец-то. Кунь H4 или слон H4. Давайте слон H4. Я могу побить вообще-то. Но мне и мой белопульник нравится тоже. Но если побить, он бьет Ферзьем. Бью, бью. Кунь H4 тоже вроде неплохо. Давайте побью. Пешка еще бьет. Он хочет, наверное, шах и сюда. Залез. Ну, давай. Обьем. Так. А как он будет тут выкутываться? Не, ну вот, кстати, это как будто в мою должно быть пользу. Не знаю, конечно, но... Сейчас проверим. Теперь у него нет хода Ферзь С6 хотя бы. А если я Ладья H2 залез? Или, кстати, Ферзь F6. Не, давайте Ладья H2, чтобы Ферзь А6 был ресурс. Вот. Это будет грамотно. Вот, 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 вот. Сейчас уже добьем его, друзья. Только Ферзя я пока не могу двигать, потому что Д6 будет. Есть какой-то вообще ресурс С4 с идеей Ферзь С5 в будущем. Или Ладья H3 пока можно нагнетать немножко. Давайте Ладья H3. Какая-то вот такая идейка будет. Вот. Я, в принципе, могу съесть тут и тут, но, может быть, это не сильнейшая, конечно, пока что. Все еще Ферзя убирать мне не очень нравится. Так, С4. С4 он, наверное, будет ждать. Ферзь С5. О, я вижу там красивый мат. Вот, давайте С4 пойдем. Так, он не ждет. Окей, он Ладью убрал. Я думаю, если он ждет, я в Ферзь С5 сыграю, потом Ладья H1 жертва и сюда залезу. Но не прокатило. А на Ферзь С5 Д6 будет, да. Значит, пока что в Ферзь С5 ходить нельзя. Ну, развязаться, наверное, не ошибка точно. Просто на всякий случай. И я вот думаю насчет перевода коня на А4. Но тогда я, конечно, Ферзь С5 ему позволю. О, так это ж мат, смотрите, красивый. А, или нет, не мат. Блин, я хотел Ферзь С5, Д6, Ферзь бьет Ф2, Король бьет Ф2. Ладья бьет Ж2. Король Е1, зараза, убегает. Если бы Король Ф1, то Ладья Ж1, но Ладья Ж2 был бы мат. Блин, а он Король Е1 и убежал. Ой-ой-ой, как красиво было бы. Так, а мне никак этого не добиться. Может, пешку его отвлечь, вот эту, потом С3 поставить. Шах-шах, нет, тогда тоже не мат. Да елки-палки. А если пробить, допустим, как я могу тогда побить? Побить здесь. Нет, побить. Побить, побить. Ферзь С5, Ферзь Ф2. Это Ладьей побить, он Ладья Ф1 просто ходит, и тоже у меня ничего нет. Ладно, может куда-то Королем выбежать вообще, куда-то туда. Только Конь Ж6, Конь А4 все-таки была, идейка у меня. Он в оборону стал. Ладно, А4 пока пойду. Так, он этой Ладьей хочет пробивать. Конь Ж6, Ферзь С6, Ферзь Б4 убежали. Д6 пойдет. А, кстати, я теперь могу уходить Ферзем, потому что нет хода Д6. Это плюс. Давайте Ферзь С5, наверное, тогда сыграем. Так, это ход вроде без угроз особых. Я, конечно, хотел сюда перебежать, но у меня Конь с шахом висит. Наверное, Коня надо убрать. Блин, шах я, конечно, позволяю ему. Нет, он без шаха ходит. Так, окей, а этот ход без угроз вроде тоже. То есть Ферзь Ф5 угроз-то не добавит особо. Или зачем он так еще пошел, я не понял. Давайте А3 пойду, чтобы была идея вот такая еще. И вот Ферзь Д4. Теперь грозит мат отсюда и грозит такое вторжение. Так, ну тут вот уже мат по ощущениям совсем близко. Ферзь Ф2 все еще не матует, да? Шах, Король Ф1 и матан я не вижу там, к сожалению. Ферзь Д3 есть ход. Вот Ферзь Д3, наверное, где-то должно матовать. Ближе к делу. Этот шах ничем мне не дает. Давайте Ферзь Д3 пока. Ферзь А3. Ну, это Ферзь А3 совсем что-то продешевим. Ферзь Е3 есть ход. А, во, Ферзь Е3. О, красиво. Ферзь Е3 напал на ладью и на Ж2. Ой, блин, у меня там ладья висела. Я вообще забыл про это. Ну, ладно. Так. Прикол. Так, тогда тут съем. Ушел пока от шаха. Зараза, он не дал мне мат поставить такой красивый. А на С3 будет Д6, да? Так, С3 Д6, С2 Д7, С1. Ну, вроде, кстати, норм. Тютелька в тютельку прям. Красота сейчас будет, друзья. Вот она, вот она. Красота шахмат. Да, с кайфом. Несмотря на 5 ошибок, 5 упущенных возможностей, мы все-таки вырываем победу у Люка. И следующая соперница это Вэй. И мы играем против Вэй. Давайте поставим случайный. Так, отлично, белый цвет нам дают. Все, погнали, друзья. Пробуем. И Е4. Let's go. Нихао, да, она там поздоровается. Но нас это сильно не интересует. Так, Е6. Французскую она играет. Окей. Я думал, какую-нибудь китайскую замутит. Ну, погнали, друзья. Сыграем против французской. Жестко. На принцип. С3 подкрепили. Диагональ. Так, пойдем. Ну что, А3 сыграем. Или гамбитик через слон Д3. Давайте посмотрим вообще, какие у него знания гамбита. Вот этого. Есть такой гамбит. Тут ладья Е1 ход по теории. Да, и тут можно ходить А3. Можно ходить тут А4. Давайте пока А3. Конь Д2 еще был ход. Один из основных. Так, она сразу бьет. Интересно. Обычно люди любят держать вот это напряжение прям до конца. Так, слон С5. Окей. Тут надо уже вникать. Тут я сам не очень прям помню. А, она хочет Конь Д4 пойти. Может, я зря ладья Е1 рано пошел? Потому что, да, если я сейчас вот так защищаюсь, то Конь Д4. Немножко неприятный такой будет ход. Хм. А, а я не могу Конь А4 пойти и на С2 король Ф1 сыграть. Могу или нет? Могу или нет? Ферзь отступила, я взял. Может, и могу. Давайте попробуем. Так. Бьет. И сюда. Аккуратненько. У него висит ферзь и слон, и что делать ей? Так, могу съесть уже? Вроде могу, надеюсь. Король не луковица, срежешь, новый не появится. Говорит нам Вэй. Китайские мудрости. Так, Конь Е5. Ну, я понял, короче, да. Она пожертвовала, получилось, что за 3 пешки. Ну, фигура так-то получше, чем 3 пешки в Метальшпире. Побил. И как-то надо выпрыгивать ферзем. Ферзь Е4 мне нравится ход. Давайте ферзь Е4, да, нападу сюда. Так, а если я бью, что, ладей Ф8 или как? Погодите, что-то подозрительно странно. Блин, хоть бы ничего не зевнуть. Слон А6 теперь хочу накинуть. А, слон А6, я понял, она хочет ферзь Б6, наверное. Да, и у меня там нет хорошего хода, потому что на линии уже я отступать не могу из-за хода ладя Ж8. Окей, ну да, вот хитрости уже первые пошли. Ладно. Так, может Б4 тогда сыграть, чтобы на ферзь Б6 слон Е3 перекрыть? Вот Б4 мне нравится ход, давайте попробуем. Слон Е3 закрылся. Ферзь Д6, так, отлично. Шикарно, вообще супер. Пока что дела продвигаются. Слон С5 у меня есть ход, но опять же, я что-то не очень хочу ей жертву давать эту. Хотя, может быть, там не страшно. Взял-взял-взял, король Ф1. В принципе, нормально стоим. Вообще-то, может быть, надо просто слон С5 пойти и не выдумывать. Я просто думал ладиться один пока сыграть. Ну ладно, давайте слон С5, реально, пускай жертвует. И отойдем на Ф1. И чего здесь? У меня лишняя ладья. Ну, слон Б5 я видел, да, ну просто разменял. Разменял-разменял, король Ж1. Вроде нормально все. Так, ну давайте сюда. Убежали. У меня есть тактика, кстати. Да, вот она ушла. Если бы она не ушла, друзья, показываю тактику. Ферзь Ф8, король Ф8, конь Д7, вилочка. Поэтому она ферзем и убежала. Так, у меня нет хода конь Ж4. Для этого, видимо, она ходила Х5. Но все равно у меня тут должны быть какие-то выигрывающие возможности. Давайте посмотрим. Может быть, просто ладья Ф1 пойти. Скучно, но должно быть эффективно. И можно теперь вообще пробить, пробить и конь Ж6 пойти. Потому что на ФШ ладья Е1. Да, давайте, погнали. Так. Ну и вот ладья Е1. Или сначала вообще побить. Давайте побьем. Да, это ход плохой. Ес, друзья, кайф. Отлично. Вообще супер. Ну, теперь будем пешки поедать. Да, эту партию мы выигрываем без особых проблем. Что-то французскую Вейс играла плоховато. По-французской все-таки специалист я, а не она. Вот так вот. Будет знать, как играть против мастера, его же оружия. Ну, да. Все, короче, друзья, здесь мы побеждаем. И сейчас будем переходить тогда уже к ботам супермощным. Еще мат надо поставить. Отлично. В кайф. Двигаемся вперед. Ес, друзья, супер. Ну что, друзья, выяснилось, что всех ботов уровня мастерс мы уже обыграли. Поэтому, если это видео наберет 2000 лайков, я сразу же выложу видео, как я играю против звезд шахмат. Начиная с Пола Морфи. Далее идет Александра Костенюк, Ирина Круш. Ну, а затем уже и Ян Непомнящий. И Владимир Борисович Крамник. И даже Хикару Накамура. И Магнус Карлсон. Поэтому обязательно ставьте лайк на это видео. 2000 лайков. И мы выпускаем следующую часть, поскольку остальных ботов уже не осталось. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, в котором выходят все новости о жизни канала. Спасибо всем за просмотр, друзья. Увидимся в следующем видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok